Коллеги, здравствуйте еще раз. Привет. Мы на форуме Cisco и сейчас мы находимся возле стенда IT Solutions компании и специалисты. Здесь находятся много специалистов, которые готовы рассказать о том, как внедряются технологии, сетевые технологии и технологии компании Cisco, в частности, в реальную жизнь. Я Алексей, технический специалист компании IT Solutions. На нашем стенде мы предлагаем решение Hyperflex. Что такое Hyperflex? Hyperflex это гиперконвергентная архитектура. Давайте вспомним, как строились СОДы ранее и как некоторые сейчас строят. У нас есть отдельные сервера, у нас есть отдельная система хранения данных и отдельные коммутаторы. Все это отдельные устройства и часто бывает так, что это даже не моновендорное решение. Да, может использовать разные вендоры. Начинаются вопросы совместимости, начинаются вопросы квалификации сотрудников. Куда же пошло это все дальше? Дальше многие вендоры предложили так называемые конвергентные решения. Это когда сервера, система хранения данных и сетевое собираются уже на заводе и они гарантируют полную совместимость этого оборудования. Здесь же мы предлагаем дата-центр ближайшего будущего. Это максимально виртуализированная среда, собрана на базе цисковских серверов и коммутаторов циска, так называемых фабрик. Минимальный старт это три кластера из трех серверов и двух фабрик. Что это такое? В этом кластере есть виртуальная сеть, виртуальная система хранения данных и виртуальный дата-центр, виртуальные вычислители. То есть путем буквально нажатия нескольких кликов мы можем создать сколько угодно количество виртуальных машин, мы можем создать любое дисковое пространство, которое доступно в данном кластере. Плюс этого решения заключается в том, что нужны не самые высокие знания в области технологии. Нам не нужен крутой инженер по СХД, нам не нужен крутой сетевик, нам достаточно человек, который обладает базовыми знаниями и может кликнуть в нужном месте, в нужном интерфейсе. Также, что самое интересное, то что предлагает гиперкоммунитное решение, это вопрос масштабирования. Если мы четко понимаем, что трехсерверов нам мало, мы уперлись в производительность системы хранения данных, либо мы уперлись в производительность вычислителей, мы просто добавляем сервер, нажимаем галочку в нужном месте и система сама уже расширяется на необходимое количество оборудования. Так что вот так. Ну, наверное, самый... Это виртуализация, да? Какие? Что-что-что? Это максимально виртуализированная среда. То есть в данном случае CISCO предлагает решение на базе VMWAR, да, то есть используется гипервизор ESX, используется система управления V-центр. Где используют? В дата-центрах, да? Смотрите, то есть... Но потребители... Потребители, расскажу. То есть самый вот, наверное, интересный кейс на сегодняшний день, где это действительно может быть востребовано, это VDI. Идеальная инфраструктура, да, то есть для закрытия этой потребности заказчику достаточно установить базовую станцию, да, то есть вот данное решение минимальной конфигурации покрывает в среднем 300-400 рабочих десктопов, средней нагрузки. Если он понимает, что у него, допустим, он колл-центр или еще что-то, он расширяется на 20, на 30, там на 200 десктопов. Сколько времени нужно, чтобы расшириться? Ставьте сюда, что нужно расшириться. Да, мы говорим о том, что железо уже приобретено, да, то есть с момента установки до момента нажатия кнопки это 10 минут. Ну, отлично. Ну, вообще шикарно. Система автоматически расширяется, автоматически подхватываются все эти диски, которые установлены в сервере. А если просто, сейчас не надо столько, можно выключить автоматически? Да, конечно, да. Это называется стрич-кластер, мы можем его сжать. Класс. То есть при сжимании мы теряем производительность, мы теряем место, но если есть такая задача, то окей. То есть, по сути, это надстройка над гипервизором, плюс система управления всем оборудованием, всем железом. А безопасность там какая-нибудь есть? Вот сейчас это очень большая проблема, даже гипервизор взяла. Смотрите, это вычислительная мощность, вычислительная мощность, система хранения данных. Если мы говорим о безопасности, то, грубо говоря, это одна коробочка, а безопасность сетевая, это совсем другое. То есть мы можем перед этим поставить фаерволы, да, или любое другое решение, которое необходимо. Конечно. Все, спасибо большое. Пожалуйста, да. И полезно.